Привет, у микрофона Саша, и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. Ведь наконец-то вышел долгожданный релиз iOS 15.5. Apple работала над этой прошивкой почти 2 месяца. Все это время я тщательно тестировал каждую бету и изучал все подводные камни обновления. В итоге мне удалось найти более 30 новых функций и фишек, которые достойны вашего внимания. И про которые я расскажу в этом видео. Конечно же в этом выпуске сделаем детальный тест скорости и времени работы. И решим, стоит ли ставить это обновление. Забегая наперед скажу, что его не стоит ставить. Чтобы узнать почему, обязательно смотрите внимательно и до конца. А то вдруг пропустите самое интересное. Я очень старался и на создание ушло больше месяца. Поэтому очень надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и комментария больше чем на 3 слова. У вас это займет пару секунд, а канал заживет новой жизнью и будет больше возможностей на крутые видосы. Огромное спасибо. Я делаю видео для вас даже во время воздушной тревоги. Не забудьте что-то вкусное, ведь мы погружаемся в мир iOS 15.5. Apple обновила прошивку модема. У кого были проблемы со связью, проверяйте. Если вы зайдете в настройки, откроете меню подкасты и пролистнете вниз страницы, то увидите новый пункт загружать автоматически. Где есть расширенные настройки сохранения выпусков. Это актуально для i-устройств с малым количеством памяти. Когда в автоматическом режиме новые подкасты будут замещать с собой старые. Или например можно выбрать автоудаление эпизодов по прошествию определенного количества дней. Если в приложении Watch открыть раздел универсальный доступ, зайти в VoiceOver и прокрутить список вниз. То вы сможете обнаружить новый раздел жесты руками. И в меню настройки жестов вы сможете обнаружить новое действие, волшебное касание. В апдейте улучшили работу AirDrop. Скорость быстрее к сожалению не стала, но вот стабильность при передаче данных однозначно выросла. В пункте управления пофиксили историю треков во встроенных инструментах Shazam. Теперь они отображаются как надо. На прошлой презентации Apple добавила прямую трансляцию высшей бейсбольной лиги на Apple TV+. Так вот в iOS 15.5 интегрирована поддержка API SportsKid. Благодаря которой забитые голы в онлайн матчах будут приходить в виде пуш-уведомлений. В приложении погоды на странице, в которой показывается погода по вашей геолокации. Если вы прокрутите эту страницу самый вниз, то вы увидите увеличенный пункт сообщить о проблеме. Если нажать по нему, то вы сможете отправить информацию погодному поставщику. Отправить текущие погодные условия, температуру, ветер и другие условия. Также тут можно описать текущую погоду. В браузере Safari в меню поделиться поменялась иконка раздела найти на странице. Раньше оно было в виде лупы, а теперь в виде лупы с текстом. И вот таких мелких изменений иконок по всей системе полно, не будем останавливаться на каждом. Наоборот пусть для вас открытие этих новых иконок будет сюрпризом. Разработчики получили новую прошивку для адаптивных триггеров DualSense, контроллера PlayStation 5. Для тех, кто играет с геймпадом на смартфоне, игры должны стать в будущем интерактивнее. В коде iOS 15 5 нашли упоминание приложения Apple Classical, которое яблочная компания разрабатывает в качестве дополнения к Apple Music. В коде есть строчка со словами «Открыть это в новом приложении, предназначенном для классической музыки». И как вы уже догадались, эта программа предназначена для прослушивания классической музыки в высоком качестве. Mozart, Bach и так далее с применениями последних технологий. Таких как Lossless и пространственное аудио. Но приложение Classical еще не запущено. Думаю, это случится ближе к релизу iOS 16. К сожалению, новых обоев не завезли, но в моем телеграм-канале вас уже ждут обои из альфа-версии iOS 16. Еще в телеге регулярно появляются лучшие заставки в максимальном качестве. Также там только свежие новости и другие эксклюзивы. Такого в других каналах вы просто не найдете, поэтому ссылка в описании, подписывайтесь, жду каждого. Пользователи сервиса для денежных переводов Apple Pay Cash теперь могут запросить и отправить деньги сразу из приложения Wallet. К сожалению, эта фича работает только в США. Кнопка Apple Pay в приложении сообщения была переименована в Apple Cash. Физическая карта Apple Card теперь называется Titanium Card в настройках кошелька. Вот так выглядит работа новой фишки Tab2Pay, которая превращает iPhone в платежный терминал. Продавцу достаточно ввести сумму на айфоне и затем другой айфон с приложением Wallet надо поднести для оплаты. Весь процесс занимает пару секунд. Apple переименует iTunes Pass в Apple Balance. Подарочные карты iTunes будут называться Apple Balance. Эта карта будет отображаться в Wallet как Apple Card и Apple Pay Cash. На нее автоматически будут зачисляться деньги с подарочных карт iTunes и Apple Store. Юзеры смогут использовать ее для покупки приложений, игр и товаров в магазинах Apple. Таким образом, вместо того, чтобы использовать QR-код при совершении покупок в Apple Store, пользователь сможет совершить покупку с помощью Apple Pay. В приложении Дом теперь есть полосы сигнала Wi-Fi, которые позволяют убедиться, что HomePod имеет соединение в приложении Home. Приложение Дом теперь содержит уведомления о критических предупреждениях. Приложение Дом получило нативную поддержку новых протоколов умного дома. Теперь список устройств, которые можно добавлять, расширился. И такие устройства можно добавлять прямо из интерфейса приложения. Если вы подписаны на Apple Fitness Plus, то сможете найти много нового контента, который связан с танцами, тренировки, музыка, ачивки, а также добавлено большее количество медитаций. В приложении Apple Fitness Plus появилась возможность менять скорость звуковых подсказок. Первое, что я увидел после обновления, когда зашел в App Store, это вот такое меню, которое говорит о том, что вы можете включить уведомления от App Store, которые будут рассказывать вам про новые обновления приложений, специальные предложения и рекомендации. Apple тестирует новую систему подписок в приложении. Сейчас, если стоимость подписки выросла, Apple требует явное подтверждение от вас. Вы должны нажать кнопку «Согласен». В новой версии не будет такого простого отказа от подписки, но появится подробная информация об изменениях в цене. Отменить подписку можно будет только в настройках, иначе произойдет автопродление. Разработчики приложений для чтения теперь могут запрашивать доступ у Apple на размещение внешних ссылок в своих программах. Перейдя по ссылке, вы сможете управлять своей учетной записью вне приложения и оплачивать покупки без комиссии Apple. На веб-сайте Apple Developer указано, что универсальное управление нельзя использовать между устройствами с разными версиями iPadOS и macOS. Это означает, что если вы устанавливаете релиз iPadOS 15.5, то должны будете и обновить свой Mac до macOS 12.4. Фишка Universal Control не будет иметь обратной совместимости с уже неактуальными macOS 12.3 или iOS 15.4. Помимо обновлений в самой iOS 15.5, Apple также сделала отдельное обновление всех своих стандартных приложений. И главное, что приложения сами обновились, даже на более старых версиях iOS 15. То есть стандартные приложения обновляются, даже если вы не будете ставить новую iOS 15.5. Например, в картах добавили большее количество городов, где прокладываются велосипедные маршруты. Также крупно обновили карты Германии и Сингапура. Яблочная компания увеличила скорость зарядки iPhone через MagSafe Battery Pack. Актуальная прошивка должна быть в версии 2.7. Для того, чтобы проверить версию прошивки, откройте настройки «Основные» об этом устройстве и найдите пункт «Внешний аккумулятор в MagSafe». Вот здесь вот должна быть версия 2.7. Обновление прошивки произойдет автоматически, когда вы подключите MagSafe к iPhone и будете пользоваться им какое-то время. Тесты показали, что на старой прошивке iPhone заряжался до 20% за 36 минут. А на новой тот же показатель появился уже через 25 минут. Apple выпустила новую прошивку для AirTag. В ней исправили ошибки и повысили стабильность. Метка обновится автоматически спустя некоторое время использования. Итак, а теперь переходим к самому важному – производительность и время работы. Пожалуй, начнем со скорости. Тут все очень хорошо, система на всех устройствах работает шустро. Плюс устранили большое количество багов. Полный список изменений и баг-фиксов можно посмотреть в релиз-заметках. Apple много чего исправила в этом обновлении, но проходиться по каждому пункту нет смысла. Просто знайте, что багов стало меньше. Да и тесты в духе Geekbench подтверждают, что с производительностью все так же, как и на прошлом релизе. Поэтому не будем долго зацикливаться на этом. Со скоростью все хорошо. А вот с батарейкой не все так просто. Во-первых, при обновлении на iOS 15.5 у вас с вероятностью 90% ухудшится состояние аккумулятора. Да, это не столь критично. Подумаешь, 2-5% потерял. Но вот прикол в том, что iOS 15.5 и подвела в плане времени автономной работы. На всех устройствах она работает немножечко меньше, чем на прошлом релизе. В общем, я не знаю, что там говорят другие обзорщики, но судя по моим тестам, Apple явно что-то начудила с батарейкой. И я уверен, что это пофиксят в iOS 15.5.1, которую стоит ожидать вот-вот. В общем, разобрались. Скорость топ, батарейка немного подводит. Но не критично. Итак, выводы ставить или нет? Если вас зацепила какая-то фишка апдейта и руки чешутся поставить, то смело ставьте. А если ничего не зацепило, то лучше подождать более стабильный релиз. Вот столько людей смотрит мой канал без подписки. И честно, я не понимаю, почему так происходит. Как по мне, намного проще подписаться и нажать на колокол, чтобы получать обзоры самым первым. Огромное спасибо за ваш лайк и комментарий больше, чем на три слова. Только благодаря этому живет канал. Пару нажатий поменяют все. Увидимся очень скоро. Думайте иначе. Пока.